Во-первых, про арену. Ты бывал на многих аренах, давай сравним с инхайловским стандартом, например, степос-центр в Лос-Анджелесе. Назови, чем лучше здесь, чем лучше там, потому что мы стремимся к инхайловским стандартам. Чем лучше? Да. Табло, например. Знаешь, такие моменты? Ну, табло, да, здесь табло побольше, в принципе, там, я думаю, поменьше немножко. А так, в принципе, все то же самое и в Далласе на арене было, в принципе, плюс-минус то же самое. То есть это инхайловская арена, по сути. Да, да, все как в Америке, как в Канаде. Насколько вообще тут приятно играть, потому что первый выход твой, да, на этот лед этой арены, а тут будет много событий, тут и плей-офф будет, и чемпионаты мира. Насколько это такое прям изменит жизнь в России хоккейную появление такого стадиона? Ну, я надеюсь, что СКА будут играть, да, на этой арене. Ну и сборная. Ну и сборная, да, и не только СКА, так что будет она использоваться по максимуму, да, так скажем. И хорошие матчи здесь можно проводить, и болельщиков много приходит, так что надеюсь, все будет отлично в этой арене. Насколько тебе кайфово оказаться в такой атмосфере, когда вот все друзья, вот матч звезд, такая очень большая тусовка? Ну да, в первую очередь, я думаю, что если все собрались, да, получить удовольствие, да, чуть разгрузиться от сезона, скажем, да, головой, ментально, и все перезагрузиться, и уже больше, ну, половину сезона еще провести, как минимум, да, так что на удачной ноте, вот, и я думаю, что это получится у ребят. Чем ты объяснишь такой взлет авангарда, потому что до начала сезона говорили, просто команда в руинах, этот ушел, этот ушел, и прям что-то было такое депрессивное состояние у болельщиков, но сейчас команда по потерянным очкам идет первой в таблице, и вы набрали такой ход, что прям вот вау, в самом деле, вот для мира, что в топ-4, топ-4, вот все четыре игрока авангарда, знаешь, когда публикуют рейтинг в неделю, вот это просто очень здорово. Ну да, вот приятно играть, в принципе, с такими партнерами, да, и, в принципе, у нас такая забуксовка, да, там чуть-чуть была, начались, а потом, в принципе, как-то, я не знаю, перезагрузились, может, либо просто, что, ну, как сказать, нашли свою игру, да, каждый нашел свою игру, и, в принципе, мы, как вы сказали, вчетвером стараемся приносить команде пользу, да, ну, и остальные ребята, конечно, у нас хороший коллектив, да, и, в первую очередь, от коллектива, да, отталкиваешься, и все собрались и в нужный момент начали давать результат. Большая удача найти таких партнеров, да, чтобы там все в тройке получалось, и мы так фантазируем, то есть, в одной из передач как раз мы говорили, вот бы взять эту тройку, ну, понятно, что этого не будет, но взять ее и закинуть в условный Вашингтон, где пробуксовка по креативности, там большинство не идет, это не идет, вот, и ты искал своих партнеров в НХЛ, чтобы они были, чтобы у тебя тоже пошло, как ты думаешь, это звено могло бы играть, вот, в условном Вашингтоне, или это другая лига, и вообще вы там, нельзя сравнить, там бы у вас не пошло? Да, я, в принципе, как Вы сказали, сейчас от партнеров, в принципе, многое зависит, да, ты, как бы, в той же Америке, там, Макдэвид, там, всех раздевает, да, в принципе, остальные, в принципе, играют в свой хоккей, и, в принципе, можно сказать, все создано друг для друга, да, в принципе, чувствуют хорошо друг друга, в принципе, эта химия нужна сейчас в нынешнем хоккее, я считаю, и, ну, а если, я сам, конечно, посмотрел, как бы это выглядело со стороны, если у нас троих, попробовать, самому интересно было, так что я не знаю, как ответить на этот вопрос. Последний вопрос такой, где должен пройти следующий матч звезд? Надеюсь, что в Омск. Почему? Ну, в принципе, у нас лучшие болельщики, я считаю, да, и, я думаю, хорошая арена, естественно. Лучшая арена или хорошая арена? Лучшая, я думаю, лучше. Лучше, чем здесь. Ну, по моему мнению, да, по моему мнению. Кому-то здесь больше понравится, не знаю. Вот, и я думаю, что там будет хороший такой уикенд. Спасибо тебе большое. Один вопрос, но он очень важный, потому что сейчас главная тема, не только матч звезд, но и Томас Бах наконец-то объявил, что наши спортсмены едут на Олимпиаду. Мы помним, в 2022 год, Пекин, как вы работали, все эти маски, ковиды, но это был финал, валялась вся страна. Как относится к тому, что сейчас Париж пускают? Ну, очень много условностей. Вот такие прям, ну, нельзя ни плага, ни гимна, ни интервью давать, ничего. Но они вроде бы не требуют подписывать бумагу, не требуют? Нет, важно подписывать картина. Мне вот сейчас, мне тяжело сказать, потому что я даже всех нюансов не знаю, как пустили, при каких. Не, главное, что они сказали, пускают. Ну, я думаю, что, наверное, уже какие-то шаги есть. Наверное, лучше позитив, да, что ребят пускают, и я думаю, что это классно. Все-таки вот, ты пойми правильно, знаешь, политика политикой, но вот маленький ребенок, да, его отдают в спорт, и он готовится к этому соревнованию всю свою жизнь, правильно? Хочет участвовать на Олимпийские игры. И какой-то там человек решил, что они не едут, правда, я имею в виду, россияне, правильно? Но это же неправильно. То есть, любой спортсмен, у него мечта, правильно попасть на Олимпиаду, и защищать честь своей страны. Конечно, это, как бы, очень обидно. То есть, наверное, для нашего поколения нам повезло, а вот именно поколение, которое сейчас, может не попасть на Олимпийские игры, это... Потому что у вас в карьере Олимпиады, это всегда преодоление. Вы выиграли золото в Альбер-Вилле, у вас тоже был нейтральный статус. Вы играли в Пекине, тоже нейтральный статус, и вы постоянно через что-то пробивались, чтобы что-то доказать. То есть, Олимпиады, это про это, да, вот, как видите? В Корее. И в Корее золото, Корее, да. Ну, я бы сказал так, Олимпиада, она есть Олимпиада. И даже... То, что у нас, как бы, отобрали флаг, гейм, знаешь, но все равно он у вас был в пол сердца, и все ребята понимали, какую страну мы представляем, а откуда. Поэтому для нас, конечно, было это обидно, после, особенно, когда выиграли золото. И не было гимна Российской Федерации, но мы сами сказали. Ну, сам факт того, что нас пустили туда, это уже было большое спасибо. А самое последнее, есть надежда, что в 26-м году будет все-таки и плак, и гимн. Мы говорим про летнюю Олимпиаду в Париже, но 26-й год, два года еще, может много измениться. Скажи, что все нормально. Я думаю, что для всех, для нас, было бы это здорово, но я не знаю, я пока не вижу никаких перспектив. Спасибо, Алексей. Спасибо. Олег, я хотел про Май спросить. Про что? Про Май спросить. Вы как человек, который возглавлял сборную Россию, как вы считаете, есть смысл сейчас принадлежать игры чемпионат, но мы, по-моему, отказываемся. Ну, пока же нас не пустили, но сейчас от мира, правильно? Никогда отпустили, кто не знает. Но если ты имеешь в виду, сделать сезон чуть подлиннее... Да, в следующем году предложение игры спятан с сентября, по 15 мая уже как редко. Ну, я, в принципе, я бы тоже думал, это было правильно. То есть, сделать сезон чуть подлиннее. Я не вижу в этом никаких проблем. Во-первых, будет больше времени для Сталина, самим игрокам будет меньше травм. Все-таки давайте как бы на... Ну, по-честному, получается, в наших больших перелетах очень много часовых поясов в разности. Когда там летают люди, и говорят, что все равно это сказывается, пока будет часов. Поэтому я думаю, что если сезон будет чуть ли не... ...то будет замечать лучше, чем в целом. Я думаю, что на мой. Да, я думаю, что на мой. Я буду голосовать, если меня спросят. С белорусами мы не сможем сыграть. Мы можем играть, даже не спрятывая, а 10 сентября. Нам надо играть с белорусами в мае. Нет. Это не ко мне. Спасибо. Спасибо. Спартак, мы знаем, перед элайном еще защитника. Вот, может быть, мостовой подписать его. Чего? Подписать мостового. Спартак. Защитника? Ну, Кулачук, 40-летний подписан. Он полузащитник был в футболе. Поэтому я думаю, что на эту роль не пойдет. Праздник понравился вот этот? Да, я думаю, удался отчего. Больше для болельщиков это понятно. Я думаю, все получили удовольствие. Насколько российский хоккей поменяет то, что появляется у нас первая арена на 21 500? Ну, она просто действительно хайлская прям по всем форматам. Ну, она по всем показателям. Я был как бы на многих аренах. И она, конечно, мировой стандарт, можно сказать так. Но есть какие-то нюансы? Например, там, Чикаго арена. В чем она лучше, чем она хуже? Ну, я только вот был в раздевалке, Паша, и как бы на льду. И видел все, что происходит. Поднимался вчера в ложу, посмотрел, как ложи выглядят. Нормальная, да, ложи? Ну, ложи очень комфортные. Видно со всех позиций. Поэтому, я думаю, что все было сделано, как говорится, для людей. Но, чтобы всем было комфортно и уютно. Один вопрос последний общего плана. Саша Овечкин 9 матчей подряд не забивает. У него там 0 очков. Видно, что Вашингтон как-то барахлит. Когда смотрите со стороны, что думаете об этом? Это кто-то говорит, что возраст пришел, все уже не обгонят. Да нет, я думаю, бывают такие периоды. У всех это не только возраст. И помоложе ребята бывают, как бы засыпь, как говорят, долевая. Поэтому, я думаю, прорвет. Когда прорвет, все пойдет нормально. Ну, то есть, это не может быть, да? Человек забил 50 голов, а в следующем 5. Да нет, конечно. И резкий такой прям спад, резкий такой ветерановский. Не-не-не, я думаю, что все нормально. Все нормально будет. А когда смотрите, у них аномальное большинство 6%. Это что надо делать? У Вас же Ковалев, вот Ковалев или кто? Вот у Ковалевой спроси. Да? Хорошо. Ну, то есть, он грецкий побьет, вы думаете, или уже все? Да я думаю, почему шанс есть, конечно, побьет. Я верю, что он побьет. Спасибо. Спасибо.